Прививаться от ковида или нет – личное дело каждого. С тех пор, как ученые выяснили, что вакцинация – это действенный способ контроля социально значимых болезней, прививки спасли миллионы жизней. Вот и сегодня вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет при наличии паспорта, медицинского страхового полиса и СНИЛС. Маломобильные граждане могут вакцинироваться на дому. Чтобы вакцинироваться на дому, маломобильному пациенту или его родственникам нужно позвонить в регистратуру поликлиники по месту жительства. Так поступил житель Чебоксара Евгений Петрович Жучков. Мужчине в этом году исполнится 90 лет. Сам среднемедицинское образование имею, кроме юридического. Я все-таки решил, что вакцинация поможет нам более уверенными остаток жизни. Посоветовался с своими действующими коллегами. Они тоже говорят, что лучше провести вакцинацию. Вакцинация пациентов на дому началась в Чувашии в мае. Несмотря на то, что прививку делают вне больничной обстановки, порядок осмотра не меняется. Пульсоксиметрия, измерение давления и температуры. Врач уточняет наличие хронических заболеваний и аллергических реакций. В данный момент у Евгения Петровича он относится к числу лиц 60 лет и старше. У него сопутствующие заболевания, имеются сопутствующие заболевания. И когда при заболевании коронавирусной инфекцией, у таких пациентов инфекция протекает тяжелее, чем у здоровых лиц. Перед вакцинацией мы его осмотрели. У него противопоказаний к вакцинации на сегодняшний день нет. Напомним, в приоритетном порядке вакцинация подлежает граждане старше 60 лет, работники социальной сферы, а также лица с хроническими заболеваниями. Привитые люди либо вообще не заболевают, либо болеют в более легкой форме. На сегодня услугой воспользовалось более 125 тысяч жителей региона. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.